В Рязани собрались лучшие представители бодибилдинга и фитнес-бикини России, которые приехали из разных городов – Москвы, Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода. Здоровый образ жизни, красота, мышцы – все это заворожило публику на несколько часов. Спортсмены выступали в нескольких категориях – классический бодибилдинг, пляжный, мужчины до и больше 90 килограмм, а также фитнес-бикини. Последняя категория вызвала бурный интерес у публики. Спортсменка из Москвы показала нашей съемочной группе несколько вариантов пост и рассказала, на что прежде всего обращают внимание судьи, оценивая фитнес-бикини. Эта категория, она как раз отличается тем, что здесь не нужна излишняя сухость. Здесь просто нужны красивые женские пропорции, которыми нужно работать и которых можно добиться при большом желании. Спортсмены, участвующие в подобных конкурсах, начинают свою карьеру часто с занятий фитнесом. В дальнейшем это затягивает и работа над телом становится любимым делом жизни. А дальше спортсмен понимает, что можно не только тренироваться, но и показывать окружающим тот результат, которого ты добился. И если в фитнес-бикини присутствуют девушки ниже 165 сантиметров и выше, на каблучках с красивыми пропорциями и модельной внешностью, то мужчина в бодибилдинге – это настоящий сплав мышц. В произвольной программе под выбранную композицию молодые люди показывали игру мышц. Одна поза перетекала в другую, показывая недюжие возможности обладателя тела. В категории «Классический бодибилдинг» после нескольких раундов победу одержал «Рязанец». Алексей Дмитриев занял первое место и сразу же после этого определился победитель еще одной категории – пляжный бодибилдинг. Артем Никульшин «Рязанец» стал лучшим в этом направлении. Третье место также за «Рязанцем», а второе досталось спортсмену из Нижнего Новгорода. Стоит сказать, что Артем занимается фитнесом 6 лет. Результатом прошедшего кубка он доволен. Его любовь к спорту разделяет и его девушка, которая пробилась в финал на этих соревнованиях. «Мы вместе уже два года. Она в этом спорте столько, сколько и я. Я начал ее готовить, как мы начали встречаться к соревнованиям. Соревнователь опыта у нее больше, чем у меня. Это мои вторые соревнования. Первые были осенью на Кубке Москвы, Московской области. У Оли это уже третий старт». Ради интереса мы выяснили, как проходит обычный день спортивной пары, которая выступила на этих соревнованиях. «У нас очень мало выходных совместных, потому что мы вместе работаем еще. А так, выходные мы в основном просыпаемся, завтракаем, идем тренироваться обязательно». «Две тренировки в день обязательно, шесть приемов пищи. И так каждый день до подготовки за месяц где-то мы проводим». Здоровое питание, спорт, сон, умение позировать и разделять радость победы, а также не сдаваться от поражений и мотивироваться на еще большую работу над собой. Все это только небольшая, видимая часть этого спорта. Мы желаем рязанцам очередных побед и успехов. А напоследок хотелось бы добавить, что Кубки Евпатия Калаврата и Авдотьи Рязаночки в этот раз уехали в другие города. Их обладателями стали абсолютные чемпионы в категориях бодибилдинга и фитнес-бикини Владислав Мошкин из Ярославля и Анна Байкина из Москвы.